Выборы в Думу государственную диктуют кадровые перестановки в парламенте региональном. За Байкальское ЗАГС собрание покинули Василина Кулиева и Юрий Волков. К следующей сессии их места займут другие члены партии ЛДПР. О свежеизбранных единороссов представители Чернышевского и Шилкинского районов новые коллеги приветствовали уже сегодня. О кадровом вопросе задумались и эсеры. Мы предлагаем сократить максимальное количество как комитетов, так и работников, работающих на постоянной основе. С нынешнего количества до восьми. Восемь – это председатель, один зам и шесть – руководители комитетов. Сократите количество комитетов. Соответственно, всех остальных перевести в неплатную основу, как и мы большинством работаем. В новом парламентском сезоне следить за экономией и правильным распределением средств продолжат и представители КПРФ. Правительство Забайкальского края довольно часто или постоянно даже допускает перекосы при формировании бюджета Забайкальского края на очередной финансовый год. Во-первых, эти проблемы не в полной мере, то, что я сказал, решаются. Во-вторых, перекос в том, что не учитывается огромная кредиторская задолженность бюджета Забайкальского края. Сегодня кредиторская задолженность, ее даже само правительство в полной мере не может назвать. По разным источникам информации идет, или 3 миллиарда рублей это составляет, или выше, или, может быть, ниже. К слову, в этом году бюджет будет снова формироваться сразу на три года, а за работу над ним парламентарии возьмутся значительно позже. Прямая помощь бюджетам регионов будет известна только после 1 ноября. И, соответственно, проектировки бюджета, работа над бюджетом Забайкальского края, основная тоже, в том числе, с пониманием, какая помощь будет оказана с федерального центра, она начнется после этого. Поэтому в нынешнем году на рассмотрение главного финансового документа края у парламентариев будет в два раза меньше времени, чем в прошлом. На изучение бюджета останется только 20 дней. Также сегодня забайкальские депутаты поддержали коллег из Астрахани, жестче наказывают скупщиков краденого металла. Приняли решение о финансовой помощи районным газетам, которые пропагандируют патриотизм и семейные ценности, и ввели на дбавки медикам, работающим с ВИЧ-инфицированными. Алена Ведерникова, Максим Лобачев, ЗАПТ-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова